Вау, слушай, она прям греть начала, реально греет. Лизка под глаза не наноси. О, прям тёплый-тёплый такой. Для минимизира. Рука рабочая. Кто так делает, признавайтесь, на руку мешает. А, я за руку. Я за всю семью Ивановых. Я за Сидоровых буду. Никто не знает. Все, уходим, это я просто сказала, что мужчин много, а то сейчас уйдём. Девчонки, привет всем. У нас сегодня пасмурная погода. Но, несмотря на это, настроение всё равно позитивное. Знаете, почему? А потому, что я еду тестировать новинки пятого каталога Reflame. И, к тому же, я сегодня без макияжа. Я думаю, вы это тоже верно заметили. Ну, практически, ладно, макияж глаз у меня всё-таки есть сегодня. А тональная основа и вот только подготовлена кожа под нанесение новой тональной основы. И вот её я буду тестировать тоже. Потому что она появилась в четвёртом каталоге. И в пятом она тоже идёт по акции. Всем привет, друзья! С вами Ольга и Светлана. И мы продолжаем вам рассказывать о новинках каталогов Reflame. И сегодня мы вместе с Олей будем тестировать новинки, которые будут вот в этом пятом каталоге. Он уже начинает действовать с 30 марта. И давайте, Оля, рассказывай, что мы сегодня тестируем с тобой. Всем привет! Сегодня мы будем тестировать в первую очередь маску распаривающую. Она очень крутая. Я её ждала давным-давно. Ну, все пять лет, пока Reflame. На самом деле у нас не было распаривающей маски. Поэтому я всегда хотела, чтобы у нас появилась такая маска, чтобы не покупать её где-то в рознице. А так она выгодна. Мне практически даром, новичкам. Всего со скидкой 20%. Итак, ещё сегодня мы протестируем, точнее покажем вам маску для волос. Она с банановым ароматом. Это новинка следующего каталога. Наносится на 5-10 минут. Результат пока я, не знаю, не скажу, не пробовала. Ну, я обязательно её сегодня протестирую. И в отзывах напишем. Или, наверное, потом уже запишем отдельное видео. В поле есть инстаграм. Чтобы вы понимали, ну, я ссылку оставлю. Я думаю, что результат маски будет там. Если кому действительно интересен этот продукт, обязательно заходите, подписывайтесь. Новинка – это средство после загара. Очень крутое гелевое такое средство. Впитывается моментально. Мне аромат понравился. Такой, ну, лёгкий, ненавязчивый. У нас было до этого средство кремовое такое. В голубом тюбике тоже было очень крутое. Пахнет приятно, я тебе хочу сказать. Да, ну, это средство подходит как для лица, так и для тела. Так что, если у вас даже лицо загорит, обгорит... Ну, летом у нас часто, это когда все, как первый и последний день на море, все бегут в самые опасные часы и сгорают. Вот, правда, все сгорают. Это по-моему, я хоть вроде не загораю, но я всегда сгораю. Поэтому можете наносить после загара. Сейчас оно будет стоить 299 рублей. Это очень дёшево, на самом деле. Это при покупке каждого второго продукта такая цена. То есть, если один, то ты... Стик. Ой, это вообще крутая штука. Это стик для лица. Сейчас я вам открою. Это вот то, что как раз у нас всегда происходит. Вот здесь идёт загар. О, вот и нос ещё. Да, и ходишь такой красный. Такой маска. Его носим с собой в сумочке, проводим. Можно... Это загар или это тоже после? Или это... Это от загара. Это чтобы вы не сгорали, не загорали. Чтобы у вас эта зона была всегда защищена. В течение дня вы можете повторно проводить. Что у нас здесь SPF? SPF 30. Ну, для НАПы это не такой крутой SPF. Но, тем не менее, это лучше, чем ничего. Потому что обычно мы используем крем. Дневной даже с SPF 50. Да, но его всё равно желательно обновлять. Потому что мы спотеем обязательно несколько раз. Но это как и для загара от загара. То есть, постоянно, да, по мере высыхания надо. Поэтому очень рада, что у нас есть такое прикрутое средство. Все женщины, девушки обрадуются. Мужчины, не знаю, как они любят ухаживать на лицо. Ещё для чувствительной кожи подходит. Это немаловажно. Потому что я знаю, что у многих на самом деле аллергия на солнце, на соль. Вот это прям отличное средство. Оно именно для чувствительной, в том числе и для губ тоже подходит. Прекрасно. Я не обратила на это внимания. Ну, у меня просто нет аллергии. Я как бы не цепляюсь к этому. Это большой плюс для тех, кого чувствительная кожа. Да, на самом деле, хорошо. Вот, смотрите, это спрей. Я обожаю спреи. Распыляется на лицо, на тело. Не переживайте, что у вас попадёт навеки, да, и там, о боже, надо идти умываться. Нет, такого не происходит. У меня был до этого, ну, старая серия тоже с SPF 50. Спрей прекрасно. Распыляешь на всё тело, на лицо и идёшь, радуешься прекрасному пляжу. Вот подскажи, есть такие спреи другой фирмы, она продаётся в масс-маркетах. Я когда наносила, он белые-белые такие следы оставляет потёки. И у этого есть какие-то следы, если наносить? Нет, он, ну, нет, нет. Бесцветный, да? Вообще нет он ничего. Что-то я честно знаю, что многие, как и я, покупали именно вот от солнцезащитное. Ну, я уже чего, я уже назову эту фирму Гарниер. У меня дома он самой стоит. И я почему перестала пользоваться? Потому что у него остаются белые вот эти потёки. То есть он не бесцветный. Он именно вот получается оставляет вот эти белые следы на коже. Нет, это просто он спрей как спрей. Ну, вот как, я даже не знаю, с чем сравнить, бесцветный. Потому что мы всей командой своей приходим. И вот это начинается, повторное брызгание. Ну, в общем, очень экономично. Нам надолго хватает. И вам на отпуск, в принципе, хватит. Ну, вообще рекомендую. Ну, вот по стоимости, кстати, 749 вот этот спрей. А стик стоит 599. Но, опять-таки, это надо брать не только один, да, стик, а что-то вот. Ну, да, если твой. Ну, спрей SPF 50, он всегда дорогой. Он дешевле. 50 это очень большое. Да, дешевле 7-100 рублей он никогда не был. Вот я сколько работаю, да, в компании уже сотрудничаю. Он всегда дорогой. SPF 50 это самый. Это редкость, правда. Если какую-то акцию вы увидите с SPF 50 в каталоге, что там по 500 рублей, знаете, это очень дешево. От обезвоживания организма. Ну, это да. Я смотрю, что защищает от дегидрации. Дегидрация это самое такое летовоспространенное действие, когда вы на солнце загораете, и вы прям чувствуете, что у вас подсыхает кожа. От этого же и загар происходит. То есть на солнце под солнечными яркими лучами у вас действительно происходит дегидрация тела, потому что выпаривается вся ваша жидкость и вода из организма, а мы на 80% состоим из влаги. И вот этот баланс водный обязательно надо поддерживать, чтобы не было обезвоживания. Новое средство от Novage для лица. Это не бустер, это... То есть его в крем не надо добавлять? Нет, его прям... Мы вот после маски его нанесем и посмотрим, какой результат. Вообще это прям наносится на лицо. Несколько капелек. Я так понимаю, что он хорошо держит влагу, хорошо моментально увлажняет кожу. Вот матирующий для жирной комбинированной кожи. Я попробую. У тебя сухая кожа, ты не будешь пробовать. Подожди, а почему он так дорого стоит? Для проблемной кожи. Это не твое. Он будет уменьшать поры. Ну, у меня их достаточно. У меня поры много так-то. У тебя кожа сухая. Не повезло, если она еще больше... Не, ну я хочу сказать, вот... Ну, ты можешь даже попробовать. Он очень нежный, может даже... Он как это, знаете, сделал гладкую кожу. Да, шелковую. Но я не скажу. Если мы нанесем бустер, который у нас есть, именно для жирной кожи, он прям как сухой. В такой формате для меня ничего не придумали, да? Да, 15... Ну, тут капелька, быстрее капелька размазала. Здесь надо наносить всего чуть-чуть. И именно для проблемной кожи, ну, для жирной, я так понимаю... Но надо прям мотировать. Да. Он будет как раз контролировать выработку сальных желез. Вот это... Убирать этот жирный блеск. Будет мотировать. Ой, еще тут салицовая кислота есть. Это вот... Это очень важно, чтобы у вас не было, да, ни раздражения. И получается сужение пор будет. Вообще, на ВИЧ, почему серия дорогая? Потому что это клинически протестированная серия. Вы никогда не найдете ее со скидкой хорошей. Она не будет продаваться там с 50% скидкой. Нет такого. На ВИЧ клинически протестированный продукт. И чтобы вы понимали, что машину Аудио тоже нельзя взять со скидкой 50%. Ну, то есть это бренд, это дорого. Это деньги вложены именно в исследование. То есть, ну, как бы, если вы ухаживаете качественно за своей кожей, хотите поддерживать молодость долго, то, в принципе, конечно, мы... Я всегда рекомендую серию на ВИЧ. Вот, правда, вот всем, кто хочет прям идеально выглядеть. Ну, ладно, не берите для жирной кожи, если у вас, как у меня, сухая. А то хорошо, что Оля предупредила. Я так уже облизнулась. Что тут у нас еще осталось? Ой, еще много чего. Но я вот покажу еще так же, пока мы на ВИЧ разбираем. Вот такие пробнички. Это Ultimate Lift. Ultimate Lift идет у нас с аспарагиновой кислотой. Это серия 40+. Но я акцент делаю не на 40+, а на лифтинге. Потому что и в 30 лет кожа может требовать уже лифтинг. И ничего страшного, то что вы попробуете лифтинг на коже. Даже возьмете курс на ВИЧ и попробуете. А потом перейдете на свою по возрасту уже кожу. Здесь аспарагиновая кислота. Что она делает? Она пробуждает ваши фибропласты. Кожа подтягивается, создается эффект лифтинга. Поэтому очень важно использовать эту серию именно комплексом. Вы ее посмотрите тоже в каталоге. Она тоже будет. Отдельно мы посмотрим в каталоге. А вот пробники, это же тебе прислали? Да, пробнички можно заказать. Один такой пробник стоит, по-моему, 99 рублей. Ну, в смысле, конвертик. Конвертик. Вы можете в каталоге, они присутствуют. Можно будет заказать, кто хочет попробовать. Разные серии. 25, 35, 40, 45, 55. То есть, там, да, в 4 серии. Даже есть у нас серия для мужчин. Классная. Вот это забыли. Расскажем. Да. И также у нас есть серия еще против пигментации. Из НВЭЧ. Вот. Вот я вот именно больше делаю акцент. Ты же знаешь, да, моя проблема на коже. Веснушки. Я просто комплексую. Некоторым очень нравятся веснушки. Некоторые, наоборот, их подчеркивают. А я, наоборот, стараюсь их скрывать. Но это чисто делает, наверное, ощущение каждого человека. Если вас устраивают ваши веснушки, то я вам искренне завидую. Потому что, ну, на самом деле, это красиво. Но просто я это на себе не люблю. Не каждый любит веснушки. О, вот этот, да, карандашик тут? Да. Ну, сейчас я еще водичка. У нас вода отживая. Выпустилась уже у нас в четвертом каталоге. Было два аромата. Это третий аромат. Но они стоят по 399 рублей. Такой легкий летний вариант. Он не будет такой прям тяжелый. Цветочный. Стойкий. Вот, знаете, такой. Вот летний. Вот взял с собой. Концентрированный цветочный аромат. Один пшик и больше не пшикайте. То есть это будет красиво тогда на вас. Также у нас вон колор радует. Ну, меня, по крайней мере, он радует. Выпуском карандашиков для бровей. Не было их. Два оттеночка. Конечно, нарисую. Покажу, как же я не нарисую. Один блонд и один коричневый. О, ты себе ими нарисуешь брови? Не знаю, надо посмотреть. Я обычно с тойким фломастером и тенями. Тени сейчас покажу. Ну, я как бы карандаши, у меня их надо растушевывать. У меня вот как раз сейчас я без макияжа. Такие редкие у меня бровки. И карандаш, он, если им прокрашивать, он как бы так, как скатка получается. Ну, не красиво будет смотреться. Буду ходить, как будто я где-то вспотела и потепло. Как плешивая, да? Да, то есть я поэтому раньше красила карандашами, мне очень нравились. Сейчас отошла. Сейчас больше фломастер. Делаю контур фломастером. И потом прорисовка уже тенями. Смотрите, ну, это моя палеточка. Она уже, конечно, уже подходит к завершению. Совсем-совсем скоро я вам покажу. Здесь два оттенка. Темный, светлый и воск. Воск это для людей, у кого густые брови. Чтобы их положить, да? Да, они их укладывают. Также здесь две кисти. Кисть для воска, кисть для теней. Но, опять же, я кисть для теней, ну, я кисти для воска и для теней не использую. И у меня своя кисть для бровей. Вот, поэтому как бы... Что ты тут это мазюкала? Расскажи нам воск. Это не я мазюкала. Это у меня тут любительницы хотели... Дочки? Нет. Уверенные, что у них жесткие брови. Хотя, я говорю, у вас не жесткие брови. Нет, уложи нам. Ну, хорошо. И вот укладывала им воском. Они говорят, вот ты видишь, что надо было, ну, так прилезать. Ну, кому-то нравится. Смотрите, сейчас вот это вот крутейшая... Она крутейшая тональная основа. Я ее протестировала, распробовала. Сегодня после маски еще раз нанесем. Я покажу вам эффект. Вот, знаете, она наносится очень плотно. Хорошо наносится, ложится. Она сдерживает влагу. Если у вас кожа сухая, не хватает влаги, она берет влагу с окружающей среды и дает вашей коже эту влагу. Стойкость 30 часов. Она не оставляет следов. То есть, если вы... Она матирующая или сатиновая у нее покрытие? Ну, вообще матирующая. Ну, я вчера вот наносила и как бы... Ну, то есть, нету блеска. Блеска нет. Если кукла, то это она матирующая, наверное. В этом каталоге, вот в четвертом, который у нас ведет до 28-го, получается, марта, вот такая помадка. Вот, посмотрите. Бесплатно идет, если добавить одновременно к этой тональной основе любой из цветов, да, который вам нужен. Попробуй, раскроешь и покрас. Это вот в четвертом каталоге. Вот такая помада, она матьматывается. Ну, там выбираете цвет свой. Я просто свой покажу. Роскошный какой цвет, да. И тоже поближе тогда тоже. Мне очень нравится. Он, во-первых, он не сушит губы. Эта помада прекрасная. Она мягкая. Она наносится легко. Вы ее не чувствуете. Скажи. Вы ее не чувствуете на губах практически. Ну, вот нет такого эффекта, знаете. Вот, есть стойкие помады, которые объедаются вот в кожу губы. Потом, ну, такой эффект. Эффект прям такой хочется отгрызть в верхний слой. Здесь нет такого. Они мягкие, они увлажняют. Она матовая, она долго держится. Вы прекрасно. Сечет не размазывается. Вот это самое главное. Потому что у меня вот здесь остается. Вот тут выходит. Даже если у вас, ну, разная же категория, да, возрастная. Если есть морщинки. Вот у меня уже как бы они тут есть. Она не распределяется по морщинам. Ну, есть такое. Накрасишь губы, и вот так пошло. А в пятом каталоге у вас при покупке вот этого тонального крема будет у вас спонжик силиконовый. Я вам сейчас покажу, потому что чисто такого у нас нет. Но мы сейчас покажем вам аналог нашими. Смотрите, он будет вот такой, но у него будет здесь силиконовая такая штучка. Да. Почему силикон? Я все думала, почему же силиконовая? Почему наносит силикон? Ну, если вы видели передачу Орла Орешка, там сейчас рекламируют как раз во всю нашу тональную основу Алина, ведущая. Вот, поэтому... И она использует именно силиконовый. И я только благодаря этой рекламе увидела, почему же силикон. Оказывается, когда вы наносите спонжиком силиконовым, во-первых, ну, понятно, это минимальный расход тонального крема, потому что не впитывается. А во-вторых, он наносится идеально ровно, если у вас широкие поры, да, ну, вот у меня, допустим, широкие поры. Вы когда проводите, вот первый раз, да, вот там наносите... Сейчас засыпается в эти поры, и поры еще больше. Да, и вы видите, что вот такое, ну, такое личико такое дрявчатое получается. Не очень красиво видно на самом деле. Но когда вы наносите силиконовым, он ровно ложится, то есть он как раз не забивает эти поры, он идеальный делает именно тон кожи, вот именно идеально. И получается эффект такой вот... Маски. Даже не маски, но вот кукольное лицо ты делаешь себе, там, румяна, бровки, глазки. Фотошоп, сглаживание. Да, очень круто, поэтому силиконовые спонжики это нечто. У меня этот спонж, на самом деле, уже полгода вот лежал без дела. Я думаю, зачем? Ну, понятно, там, минимизировать расход тонального. А оказывается, оказывается-то вон, вчера я поняла, в чем фишка всего этого. Да, можете... Кстати, очень выгодно получить такой спонж с силиконовой вставочкой при покупке тонального крема, потому что он стоит... Вот этот спонж около 300 рублей стоит, этот тоже около 300. 300, я у вас оказалась, я думаю, заказывать или взять все-таки основу вместе с этим спонжем? Поэтому, если вы возьмете тональный крем, вам выйдет тональный крем и спонж, ну, если разделить... 499 минус консультантская скидка, это... 480, по 240 рублей будет. А самое главное, потому что сейчас будет вопрос, она чистая? Конечно. Это самое главное, потому что у нас есть любители санитарии, обязательно надо об этом сказать. Обязательно чистая, потому что я просто лопаточку не принесла, у нас есть еще силиконовая лопаточка, очень крутая. Это для крема, вообще у нас есть такая силиконовая лопаточка. Она подойдет сюда, нет? Ну, можно ее наносить. Чтобы мы разными материалами наносили. Заодно я протестирую, скажу, лопаточкой. Вот и бозильная лопаточкой. У меня тут мало красти, а все накрасила. Смотрите, наносим тоненьким слоем. Вот так вот красиво. Ой, прикольно, как сопли. Как гель, что ты издеваешь? Знаете, уже греет, мне так нравится. Так, а что нам надо наносить? Во-первых, не все же правильно лицо или все? Ну, смотрите, она разогревающая, она очищает вам поры. Что вы хотите очистить, то и наносите. Я хочу от лобик. Блин, а я лобик немножечко консилером сдобрила. Так что у меня будут только щеки и подбородок, да, и носик. Да, сейчас посмотрим. Мне очень интересна реакция. Реакция, будет ли покраснение. Слушай, а как вот убрать нижние морщины под глазами? Есть идея? Кремом. Примазать. Еще нет такой тональной основы, которая это все убирает? Нет. Не придумали. О, блин. Много пить воды 2 литра в день. Обязательно пить и 2 литра в день воды. Где моя бакла? Вот, в общем, я нанесла. Ну вот, на этой зону попробую. Я пока тоже буду наносить. Просто моей кистью брезгла. Нет, я-то не брезгую, но все-таки, все-таки. Вы знаете, так тепло и хорошо на самом деле. Сколько времени нам держать, как раз пока я буду наносить? 10 минут. А потом что мы будем делать? А потом мы возьмем тепленькие полотенчики. У нас неприготовленная водичка. Ну, кстати, удобная лопатка. Я что-то ее недооценила. Ее просто после меня легко будет вымыть, конденсифицировать. Вау. Слушай, она прям греть начала. Реально греет. Близко под глаза не наноси. О, прям теплый-теплый такой. Да, очень хорошо разогревает. Зимой самый отомный. Вообще, после этой масочки я бы еще нанесла... У нас есть черная маска, пленка. Она же разогреет, сейчас откроет. А, это новинка тоже, которая или нет? Нет, она уже не новинка, она уже давно. Но сам прикол, что она есть. Или глиняная, кстати, тоже круто. Глиняная хочу. А у тебя белая или розовая? И розовая белая. Я розовую хочу себе заказать. Можно я ее протестирую? У тебя есть такая возможность? Я ее как раз себе в корзину кинула в этом каталоге. Можно. А как мне думаешь, розовая подойдет или белая? Какая разница, она глиняная. Ну, и та, и та, да, хорошо? Да. То есть, ты бы что-то захотела хорошую-дорогую? Хорошо-дорогую. Да, просто белая, она дешевле стоит. А вот розовая... Белая идет еще с салицилкой, чтобы... Ну, у кого прям проблемная кожа... Спрещали, да? Да, с салицилом. У нас заживляющий эффект делает, чтобы не было у нас воспалений больше. Не могу понять, почему у меня сейчас все покраснело. Или это нормально? Реакция. А как ты хотела? Разогреваешь. Вот у меня не покраснело, у тебя покраснело. Что у меня тут краснеть-то начало? Не пугать. Греет, 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 не переживай. Так, ну, в принципе, я нанесла, особо тоже переусердствовать не хочется, потому что мало ли. Какой эффект ты ощущаешь? Тепло. Кстати, по запаху вообще она... Приятная. Приятная, ты его не чувствуешь, вот если она нос нанесла. Нет, кстати, реально запах не противный. Я думала, знаешь, будет типа одушки, в общем, как-то так. Так, все, мы можем приступать к очищению, снятия маски, да. Вот эту маску вы можете использовать спокойно дома, она распаривающая. В ее состав входит масло канолы и миндальное масло. За счет того, что маска распаривающая, масла проникают в кожу более глубоко. Поэтому эффект будет у нас именно увлажнение, питание и мягкой кожи. Как у тебя ощущения? Ну вот сейчас еще смываю пока теплым полотенцем. Снимаем, да, теплым полотенцем. А, походу, я все-таки задела, корректируем свои щечки. Ну ничего, мы все нарисуем. Сейчас мы все уберем, да. Ой, прям. Слушай, она какая-то розовая. Розовая? Маска? Ну, я имею в виду кожа, кожа после маски розовая. Важно снять теплым полотенцем. У меня все еще липкая. Я не знаю, либо я слишком блажным сняла. Липкая. Или у меня мокрое, хотя вроде полотенца выжимала. Ну, ощущение, по крайней мере, как реально после бани вышел. Как будто в сауну сходил. А еще там, кстати, по-моему, очень хорошо ее использовать после морозов. Ты пришел, когда у тебя кофе замерзло. Да, да, когда лицо ветрино, за счет, я говорю, за счет разогревания вот эти масла, да, канолы и сладкого миндаля, они проникают. Поэтому сейчас кожа такая смягчающая, кажется. Ну, вот прям ощущение. Я вот даже не знаю, есть смысл тестировать мотирующую нашу... Тональную основу? Не тональную, а вот эту вот, да, мотирующую на веночку. У тебя даже блеска нет уже на лопе, но у тебя очень хорошо. Просто сейчас кожа такая мягкая. Да, давай мы ее как-нибудь в другой раз протестируем. Что-то как-то жалко. Давайте я на лоб нанесу и посмотрю, что будет. Да, да, потому что я все равно неинтересно. Я еще не пробовала. Это мы тут на вейдж, вот она, баланс. Он такой недешевый, 1200, но для консультанта получается минус 20, да, у нас 50. Ну, да, там все равно 900 с чем-то будет. Ну, да, 900 с копеечек. Ну, давай тогда, чтоб недалеко. Ты у нас что там тестируешь? Туш? Говорила, что... Я туш. Так, в общем, мне Оля дала базу, вот как у меня на есть. А чтобы уменьшить поры, закрыть поры. Вот самое интересное, мы тут открыли только что маской, а мы сейчас их закроем. Визуально, визуально. Грусть, печаль, тоска. Я вообще ее чуть-чуть наношу. А, подожди, а у тебя она более сухая. У меня прям жидкая-жидкая. Расскажи мне, в чем прикол. Или она у тебя более давняя в использовании? Ну, сколько ей, не знаю, сколько ей. У меня жидкая-жидкая, и она прям аж... Слушай, а может у нас разные эти? Нет, у нас абсолютно одинаковые. Просто надо ее чуть-чуть помять упаковочку. В общем, наносим вот так вот быстренько, легко. Она прям вообще гуалькой ложится. Вообще вот этот красивее, но он холодный. Он будет холодный, да. Я тебе рекомендую миксовать их. Потому что... Потому что, да, потому что... И рука рабочая. Кто так делает, признавайтесь, на руку мешает. Все делают. Так что вы не должны будете испугаться. Холодный фарфоровый, это холодный алебастровый. Не бойтесь. Они не в парад... Ой, прям розовый-розовый. Посмотри, какой розовенький. А ты нанеси, посмотри, может он тебе подойдет. Ты думаешь, один сам себе? Ну, ты капельку вот так вот сделай, посмотри, как он там... Нет. Он вообще не мой. Ты чувствуешь, когда мне срочно надо что-то холодное, действительно. А, подожди, тут еще не факт, что мы этим спасем положение. Они, по-моему, оба для меня темные. Ну, сейчас... А, нет, это более светлый, да. В общем, сейчас надо их как-то нанести и... Прям спонжем давай. Прям спонжем? Да, ты прям по миксу и распределяй. Гонка, да. Вот сейчас будет хохма, просто трэш. У нас эпичность происходит одно за одной. Дело в том, что... Ну, не хочет эта камера записывать нас дольше. Мы бы рады сутками общаться друг с другом. Нам камера не выдерживает. Так что, наверное, надо закругляться. Спасибо, Оль, за очередной прекрасный бьюти-обзор. За то, что помогла выровнять мои глаза. Мы сегодня очень много всего протестировали. И теперь можем реально со своего опыта реально советовать или не советовать что-то. Ну, по крайней мере, из того, что я пробовала, мне все понравилось. Так что минусов тут не вижу. Вот эта штучка вообще очень крутая. Перед макияжем я ее чувствую. Вот эта штучка тоже очень крутая, между прочим. Ну, у тебя лоб, да, вот. Кстати, лоб такой прям естественный. Прям матовый. Я же не наносила тональность. Я просто нанесла бровки и все. Я еще не делала. Так что мне все повезло. Это все мое. Да. Но я могу со всеми поделиться в качестве тестирования. Поэтому приходите к нам в офис. Тестируем. Дегустируем напитки. Если вы партнер компании, если вы живете в Анапе или планируете приехать сюда отдыхать, то размещайте заказы в наш офис СПО 3537 и мы рады будем новым знакомствам. Субсевское шоссе не забудь сказать. А то у меня там два выдавала 3537. Одно в Анапе, другое в другом городе. Так что ОМАПа. Субсевское шоссе 26. ОМАПа, да, Субсевское шоссе. Ну, вообще вот всегда рады новым партнерам. Рады новым консультантам. Да и вообще общаться мы очень любим. Поэтому приходите к нам на всякие тестирования, дегустации, на обучение. У нас также обучение проходит. Я, например, поняла, что я буду заказывать один... Ну, плохо, что я не протестировала эту помаду. Я ее увидела, эту матовую помаду. Не стала наносить, побоявшись, что это будет очень темное. В итоге у меня винный оттенок сейчас на губах. В общем, я одну закажу в этом каталоге в четвертом, а одну закажу в пятом. Потому что и там, и там ништячки крутые будут в комплекте. Поэтому, я думаю, я останусь довольна. Конечно. А вам регистрируйтесь, если хотите в своем городе заказывать. Если вы в Анапе, так же обращайтесь ко мне. Доставляю заказы. Если вы в Анапе и подумываете самостоятельно себе заказывать, то приходите сюда в офис к Ольге. Она вам будет рада, я думаю. Да, я всегда всем рада. Да, в общем, все, всем. Слушай, ну если ты найдешь искрепощенных, уверенных себе мужчин, которые вот с удовольствием расскажут, то без проблем. Я просто, мне кажется, что мужчины как-то боятся афишировать, что они в Арифлеем что-то заказывают. Ты что, очень, ты просто не видела вообще. Ладно, этого мужа, если что, заставим. Да, вы не надо заставлять, он сам все расскажет. Да, кстати, вот вы можете удивиться, но муж Ольги вообще-то выше, даже Оля позвонила. Он, по-моему, у тебя кто? Директор. Директор просто. Ну, он раньше тебя стал директором. Да. Так что, это если вы думаете, что мужчин в Арифлеем нет, вообще неправда. Очень много. Очень неправда. Их очень много. Полежаев-то, Владимир Таун, он сейчас самый главный, ну там, старший лидер. По росту, да, по карьерной лестнице, он самый высокий. Ну, после смерти супруги, к сожалению. Номер один в мире, это даже не в России, это в мире. 63 страны. Да, и вот в мире. Компании очень много денег, на самом деле. Ну, ладно, Владимир, все, уходим. Это я просто сказала, что мужчин много, а то сейчас уйдем в рекламу. Все, ребят, до скорых встреч. Всем счастливо. Пока, пока. Пишите, если тоже чем-то пользуетесь или что-то планируете заказывать.